Крупнокалиберные винтовки, СНИ, ТОЧМАШИ шли работы по созданию особого снайперского боеприпаса. Для повышения эффективной дальности стрельбы он должен был обладать бронебойным и бронебойно-зажигательным действием. Специально для СВК КОРТ разработан мощнейший снайперский патрон. По сравнению с обычной 7,62-мм винтовкой, его пуля имеет втрое меньший ветровой снос, а ее стальной сердечник закален на 64 единицы по шкале Роквелла. Кстати, твердость алмаза 70 единиц. Это позволяет новейшей винтовке дегтяревцев на дальности километр пробивать 10-мм броню любой защищенной техники. Необходимость новой винтовки в войсках была столь высока, что Минобороны отказалась перенести дату ее сдачи, несмотря на то, что главный конструктор оказался в больнице с переломом ноги. Лежа в больнице Вячеслав Иванович не мог успокоиться. Я вот его посещал, все разговоры у нас пришли, винтовки о том, что нам сделать. На первом этапе войсковых испытаний соперниками Ковровцев были их коллеги из Тулы со своим образцом В-94. Стрельбы новыми патронами дали потрясающий результат. Точность попадания превзошла все ожидания, и военные отдали предпочтение АСВК Негруленко. Винтовка по сравнению, скажем, с В-94, с той же самой, более продумана, компоновка более эргономично сделана. На государственные испытания винтовка Виктеревцев была рекомендована в единственном бесконкурентном варианте. Это была настоящая трудовая победа заводского коллектива. На протяжении ряда лет завод имени Дегтярева разрабатывал новую винтовку на собственные средства.